друзья всем привет приехал на площадку минского авто конфиската сегодня мы посмотрим новые поступления но также меня просили показать самые дешевые автомобили которые есть на этой площадке посмотрим автомобили в основном до 1000 белорусских рублей такие там тоже имеется даже по 300 рублей в общем всем приятного просмотра с вас лайк подписка если не подписаны погнали друзья перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам свой автоподбор у нас самые низкие цены в республике беларусь а главное что действует скидка для подписчиков минус 10 процентов все ссылочки под видео в описании ну вот и первая новиночка это бмв 765 ну ребят явно что-то напутали скорее всего не 765 она на 750 2002 года в шестьдесят пятом кузове 8806 белорусских рублей появилась она в принципе недавно чуть меньше недели назад курс у нас на данный момент курс доллара 2 рубля шестьдесят пять копеек курс одного доллара из того что сразу бросается в глаза трещина на лобовом стекле ну кстати она еще форму держит можно видеть черный кожаный салон автоматическая понятное дело коробка передач задние стекла притонированы ну кстати визуально есть конечно такие вот косяки следы небольшого дтп заднюю часть автомобиля но в целом визуально выглядит неплохо опять же если совсем грубо говоря то получается где-то три но надо три с половиной тысячи долларов стартовая цена то есть это аукцион минского авто конфискатор и все автомобили здесь продаются через аукцион все цены стартовые опять же если вы будете желающий один будете желающий на приобретение например данного автомобиля то плюс пять процентов в данной сумме смотрите еще синяя такая вот бмв это уже семерка в шестьдесят пятом кузове на приемке то есть приемка салон такой коричневая песочная кожа сзади шторки кстати она визуально похуже выглядит чем предыдущая это дизельная 740 дизель хотя она очень грязная поэтому сложно так судить видно что продолжительное время стояла тоже будет интересно сколько ее оценят но визуально опять же хотя сложно даже судить визуально потому что одна чистая машина вот посмотрите то почище все-таки это более грязная поэтому непонятно но тоже тройка сорок шестом кузове тоже недавно появилась акт и дата передачи 5 0 4 2021 не помню если честно показывал ее в предыдущем видео или нет 2002 года 318 2 литра бензин ребят не актуально вот эти вот пробеги смотреть но 2002 год 289 тысяч пробег мне например не сильно верится можно видеть салон ткань но такой салон на самом деле он комплектный все но подушатаны и вот даже по внешним признакам вот если посмотреть на кулису передач не знаю как камера передает видно что пробег на порядок тут больше будет смотрите друзья к семерка тридцать восьмом кузове 99 года 3 литра дизель 6181 рубль получается это примерно 2 2 300 1 ну примерно 2 300 2 350 там ближе к двух тысячам четырехсот долларов по нюансам лак уже лазит но это пол беды капот под замену вмятина на крыле но можно видеть она по морде просто битая была крыло капот наверно такой вот светлый кожаный салон но опять же видите возраст дает свое пробег здесь достаточно я думаю будет серьезные сиденья не то что пассажирские но водительские овощи в хлам ушатаная задняя тоже не очень ну то есть пробег тут судя по всему достаточно серьезный лак шелушится на крыше на крыле здесь вмятина ух здесь уже задняя крышка багажника под замену она просто-напросто сгнила нецелесообразно и и восстанавливать но в принципе цена опять же под вопросом в каком она техническом состоянии пробег указан 320 тысяч километров даю вам 99 и 9 десятых да даже сто процентов что он не оригинальный судя вот по состоянию сиденья вообще по внешнему виду я думаю что здесь пробег ближе к полумиллиона ну 1450 точно будет но опять же есть и по технике она живая что конечно под вопросом то но две с небольшим тысячи долларов стартовая цена мне кажется сто процентов актуальны также кроме новых машин как ну новые поступления и будем смотреть еще недорогие авто в невысоком бюджете вот например mitsubishi space веган 96 года 2 литра бензин 1365 рублей грубо говоря 500 долларов стартовая цена понятное дело что японцы гниют они отлично то есть и это тоже не исключение есть коррозия салон велюр механическая коробка передач вот такой вот фэншую можно видеть чехол из меха ну она визуально еще но относительно если вот учитывая ценник 500 долларов форму держит хотя коррозия по порогам паркам присутствует она еще не сквозная но в принципе я думаю еще немножко и уже будет сквозная коррозия так еще из дешевых фиат типа 93 год 14 бензин 417 рублей но колеса накачены на ходу она или не на ходу это конечно вопрос но опять же есть на ходу я думаю этих денег вполне стоит то есть это 150 долларов грубо говоря на механике кстати она комплектная даже магнитола присутствует сегодня покажу вам самые-самые дешевые автомобили которые здесь есть b3 посад в универсале в белом цвете 89 года 16 бензин 413 тысяч указан пробег вполне возможно 1020 рублей то есть получается меньше 400 долларов стартовая цена ну опять же посад по кузову конечно нюансы присутствует то есть это пороге но опять же сквозной коррозии я не вижу магнитола отсутствует механическая коробка передач ну внутри в целом он комплектный имеется фаркоп просто такие машины тоже просят показывают показывать когда-то конечно они очень у нас были популярны вот эти б3 посады бы 4 но сейчас все таки возраст дает свое и потихоньку они вымирают но машина в целом в целом если брать хорошее техническое состояние но это эпоха это машину делали конечно по совести опять же я думаю не стоят они этих денег которые за них просят час там по полторы тысячи по 2 есть ну в общем высокие ценники за такой автомобиль и давайте еще вот посмотрим она да этот mitsubishi space star он после дтп но ценник интересный 1.6 бензин 2004 год 1200 рублей то есть это меньше 500 долларов 400 там с копейками долларов получается передняя часть автомобиля целая я думаю двигатель заводной заводится передвигается литые диски резина средняя внутри тут магнитола отсутствует но в принципе тоже на отчасти комплектно здесь вот такая вот коррозия ну в принципе в принципе если там рассматривать за 400 каких 50 долларов несмотря на все вот эти повреждения не знаете под восстановление но как донора на запчасти мне кажется ну двигатель коробкой уже эту цену полностью запасом отобьет но может какой-то народный там кулибин на гаражике восстановит здесь volkswagen у ребят ford mandela ford mandela 94 года 18 бензин 683 белорусских рубля стартовая цена в кузове universal ну коррозия опять же это ford коррозия присутствует а судя по всему вот судя по этой пробке вон на газу но баллон я не вижу может быть он там где запаска находится скорее всего требует сварочных работ но опять же учитывая цену можно видеть она комплектная даже магнитола есть учитывая цену а это если переводить эту сумму в доллары это получается 250 260 долларов плюс-минус ну то за такой ценник мне кажется может быть особенно если она на ходу старый премиум от audi audi a8 95 года 4 едва бензин 9100 вот смотрите пробег не установлен это может значить только одно или она не заводится или нету ключа ну конечно царапины по ней присутствуют налитых дисках по салону кожа коробка автомат внутри комплектная магнитола все присутствует и знаете для 95 года даже водительское сиденье в более менее нормальном состоянии есть вот такие вот моменты никуда без этого все-таки автомобилю 25 а если быть точнее уже 26 года может уже и 26 но если в доллары переводить то это где-то 33 300 может ребят я извиняюсь если где-то что-то не точно потому что ну калькулятор вам в помощь как я уже сказал 2 рубля 65 копеек курс одного доллара то есть мы находимся в республике беларуси и цены белорусских рубля так как я сказал что мы сегодня еще дешевые авто будем смотреть то есть видео у нас такое просто просили сделать подборку показать там авто но в основном до 1000 белорусских рублей вот например opel омега 96 года 2 литра бензин 705 рублей кожаный салон неплохая комплектация на этом все позитивное заканчивается на этом автомобиле когда вы отходите вот так вот то есть по коррозии но здесь просто total можете сами увидеть тут даже не то что не за двери из гнили и пороги и арки здесь уже вот здесь практически сквозная коррозия если отвертки то она пробьется но это неплохая в целом комплектация магнитола даже присутствует то есть она комплектная но опять же может быть если двигатель заводной коробка работает то 705 рублей это получается получается 260 может каких-нибудь 270 долларов и если в таком бюджете как донора рассчитывать но рассматривать то ну литые диски пускай на лысые даже резине стекла оптика какие-то части салона коробка двигатель если это все живое то имеет место быть рено 19 93 год 1 и 7 бензин 311 белорусских рублей то есть 100 ну 120 долларов грубо говоря по кузову конечно мягко сказано не очень автомобиль ну смотрите даже магнитола есть салон ткань механическая коробка передач но если такие вот повреждения есть фаркоп тоже о чем я и говорил что на минском авто конфискате если какой-то red1 вот такой вот бюджетный недорогой можно найти и что-то купить за относительно невысокие деньги небольшие опять же если вы надумали покупать какой-нибудь вот такой вот дракон и как бы ну желательно приехать там со своим топливом попробовать завести запустить двигатель посмотреть хотя бы на месте но так если двигатель заведется то таких денег то сто процентов она стоит там двигатель продадите там за каких долларов 150 200 коробку там еще дадут долларов 30 40 там еще что-то по мелочи остальное на металлолом я думаю рублей за 150 заберут nissan сани 93 год 1.6 бензин 326 белорусских рублей то есть сто 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 тридцать долларов грубо говоря на механике магнитола отсутствует даже что-то пытались делать открывать красить подкрашивать судя по всему заднюю вот это вот крышка багажника сгнила поменяли даже целая без коррозии визуально тоже имеет место быть такой вот драндулет здесь подороже мы сразу это проходим двух нифигасе ну 1080 рублей за шестерку 91 года 1.6 бензин 400 долларов мне кажется дороговато отечественный автопром семерка жигуль а нет пятерка пятерка душ капотом от семерки и такое бывает 82 года 1.3 бензин 346 347 белорусских рублей такой вот драндулет стекло выбито коррозия по кругу вот такой мажорный спойлер фонарь задний разбит имеется фаркоп но опять же ребята неоднократно я говорю что в принципе вот таких бюджетах если она заводится ей то ну мало кто поспорит что на этих денег будет стоить но как бы ну и вот вам ребят посад 467 рублей b3 в кузове седан 93 года то есть последних уже бы третьих двухлитровый бензин по деньгам меньше 200 долларов получается долларов наверно 180 170 плюс минус но он после дтп и такое ощущение непонятно то ли он сбил кого-то а может и не сбил сложно сказать на механической коробке передач коррозия опять же присутствует имеется фаркоп такой вот аппарат кстати на порядок меньше здесь машин стало вот кстати китаец есть джили пока еще не понятно сколько будет стоить на механической коробке передач салон ткань он комплектный в черном цвете и кстати для джили они даже хороших годов обычно сильно гнилые у них проблемные места это капот вот здесь вот под ручками жуки вылазят но здесь вот можно видеть микро жук вылез но в принципе еще более-менее для джили то есть ну хотя тут год будет год 15 наверное из нюансов полез лак переднем бампере ну а так визуально кстати еще выглядит так скажем форму держит здесь сразу еще вот citroen berlingo такой вот белом цвете но это уже не новые поступления он 2011 года 16 бензин 15 тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей получается 5 там ну сколько это под шесть на на под шесть тысяч долларов да где-то в районе может чуть чуть меньше на механической коробке передач салон ткань пассажирский в белом цвете ну есть конечно косяки вот лакокрасочная здесь лезет но можно видеть еще не успела это все начать гнить и в принципе визуально состояние то в целом неплохое